Добрый день, с вами Довин Наташа, художница компании Таир. Сегодня покажу, как я создавала новую картину из серии про утренний кофе. На этот раз в главных ролях будет турецкий кофе, лукум и нежная тюльпана. А ссылку на видео с рассказа про первую картину я оставлю в описании. У меня нашлась докупажная карта с маленькими плиточками. Она будет символизировать часть стола, которая видна из-под газеты. Кладу докупажную карту лицом вниз на канцелярский файл. Сбрызгиваю водой и разравниваю кистью складки. Холст промазываю докупажным клеем лаком. Прикладываю салфетку, снимаю файлик из уголок. Промазываю рисунок сверху слоем докупажного клея. Также приклеиваю несколько кусочков газеты. Из-за того, что газета довольно плотная, она долго высыхает и первое время сильно просвечивает печать с обратной стороны. Но не переживайте, после полного высыхания просвечивание уйдет. Точно так же приклею большую часть газеты. После высыхания покрываю весь холст дополнительным слоем акрилового лака. Делаю подбилку под блюдце с чашкой. Мастихином довольно густо выкладываю краску, чтобы скрыть ступеньку, которая образована плотным слоем газеты. Начинаю рисовать узоры на блюдечке. Маст office задумку подбилку подбилку под б Добавляю тени. Рисую кусочки лукума. Завариваю в чашке густой крепкий кофе, используя черные и коричневые оттенки. Не выравниваю границу кофе по краям, потому что, когда кофе наливается из турки, он часто остается по ботку кружки. Добавляю фактуру пены мелкозернистой губкой. В этот момент мне посчастливилось найти газету именно на турецком языке. Я захотела приклеить небольшой уголок внизу. А то как же турецкий кофе без турецкой газеты? Начинаю рисовать тюльпаны, разбросанные по столу. Вообще, я, наверное, как многие, считала страной тюльпанов именно Голландия. Но, задумав эту картину, стала искать подходящие для натюрморта цветы. И узнала, что своей известности и популярности тюльпана обязана именно Турция. Я рисую светлые желтоватые тюльпаны, чтобы поддержать основную гамму картины. Покажем! Академия! В Турции кофе традиционно подают вместе с стаканчиком воды, поэтому рисую рядом с чашкой стеклянный стаканчик. Финальным штрихом, глянцевым лаком подчеркиваю бликующие поверхности жидкостей, кофе и воду в стакане. Вот такая картина получилась у меня в этот раз. А в следующий хочу уже взяться за кофейный натюрморт с атмосферой города, в котором живу – Санкт-Петербурга. Спасибо за просмотр! Варить с удовольствием и до новых встреч!